Здравствуйте! А вот интересно, знает ли кто-нибудь из вас, сколько в нашем районе семей? И сколько из них имеет статус многодетных? Могу ответить. Семей, имеющих детей, 7057. Из них многодетных 511. Ну а самая-самая многодетная семья, в которой воспитывается аж 9 детей, живет в Чунаяре. Героем же сегодняшней программы станет многодетная семья Поповых, которая живет в Богучанах и в которой трое детей. Надо знакомиться. Беруслав Николаевич зовут. Можно просто Владик. Можно просто Владик. Очень приятно. Представьте нам вашу семью. Вот моя супруга сидит, Ирина Владимировна. Это мои дети Дима и Татьяна. Надежда делает уроки. Образовалась эта семья в 1997 году. Владислав и Ирина познакомились на свадьбе брата и вскоре решили сыграть свою. Потом появился дом, потом дети. А точнее, как вы уже поняли, трое. Сейчас Наде 15, Диме 11 и младшей Танюшке 8. Когда маленький был, у нас самих в семье четверо, три брата и одна сестра. Я всегда мечтал, что у меня тоже много детей. Но если бы жили лучше, как бы сказать, ну работа была, постоянно заработок хороший, мы бы еще родили. Встречать жену из роддома для Владислава – дело бывалое. Одно плохо. Ирина трижды перенесла тяжелую операцию – кесарево сечение. Когда Дима родился, он вообще ночевал, можно сказать, допоздна сидел. Ну потому что сын родился, и время больше было. После работы приходит и сидит. Я через окно разговариваю, сидим. Иди домой, не пойду. Буду сидеть. Сидит вот. Теперь Дима – папин первый помощник. Когда дело касается чисто мужской работы, Дима тут как тут. Везде и всюду. Папа на работу, если взял, то значит я пойду. Если на Колым, то значит все, и тоже я пойду. Везде и всюду он с ним. И бьет, и колотит, и помогает, и строит. Все. Он, как сказать, с детства с этим молотком. Всю зиму Дима помогал папе по работе. Чистил лестницу от снега в одной из организаций нашего села. Небольшую, но честно заработанную зарплату отдавал маме. Наградой за труд и стремление помочь своей семье стал новенький скоростной велосипед. Просто я сначала хотела телефон, мама предложила. Давайте купим велосипед, раз те лет, у нее на чем кататься будет, а потом телефон. У старшей дочери Надежды тоже забот хватает. Она – главная мамина помощница. Успевает и дома похлопотать по хозяйству и уроки выучить. В семейном архиве хранятся ее многочисленные грамоты за хорошие показатели в учебе. Ну а младшая Татьяна – всеобщая любимица. Старается от старших брата и сестры не отставать. Как говорится, помогу, чем могу. В этой семье поощряется не только труд, но и хорошая учеба. В конце учебного года мама и папа стараются исполнить желание всех своих чат. По окончании первого класса Таня, не сомневаясь ни минуты, заказала в подарок незаменимую Барби. Я сначала, папа говорит, я хотела сказать, папа, давай это купим. Папа говорит, нет, не надо, а то это некрасиво. Потом я выбрала, папа сказал, она в синенькой одежке была. Четыре года назад семейство Поповых переехало в большой пятикомнатный дом, который был в плачевном состоянии. Все силы, время и ресурсы были брошены на восстановление после наводнения жилищных условий. Многое уже позади, но на лето в планы продолжения ремонта входит прочно. У нас раньше септика не было, это в этом году я его сделал. А еще в планах на будущее завести хозяйство, вырастить детей, дать им хорошее образование. А главное, воспитать их хорошими людьми. И в продолжении темы многодетных семей хотелось бы немного рассказать о внесенных изменениях в закон Красноярского края о социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг. Подробно об этом в рубрике «Консультации специалиста». Итак, гость нашей студии сегодня начальник отдела по вопросам семьи, управления и социальной защиты населения Наталья Александровна Крайнова. Здравствуйте. Здравствуйте. Нам стало известно, что у многодетных семей появилась возможность оформить жилищную субсидию. В феврале 2008 года в закон Красноярского края о социальной поддержке семей при оплате жилья и коммунальных услуг внесены изменения, которые предполагают предоставление жилищной субсидии многодетным семьям. Очень важно, что эта жилищная субсидия предоставляется независимо от дохода семьи. Многодетная – значит положено. Жилищная субсидия многодетным семьям назначается бессрочно, то есть до того периода, пока семья будет являться многодетной. При обращении семьи за жилищной субсидией до 15-го числа месяца текущего субсидия будет назначена с 1-го числа. Если семья обратится к нам после 15-го числа месяца, значит мы назначим жилищную субсидию уже с 1-го числа следующего месяца. Еще законом предусмотрена жилищная субсидия в размере 30% при оплате за наем жилья. Эту субсидию могут оформить многодетные семьи, проживающие в муниципальном жилье, вносящие квартплату и имеющие среднедушевой доход ниже, чем 1,25 величины прожиточного минимума. Такие семьи при обращении, кроме основного пакета документов, должны предоставить доходы всех трудоспособных членов семьи за 6 месяцев предшествующих обращению. Субсидия за наем жилья назначается сроком на 6 месяцев и обращаться за ней придется 2 раза в год. Но ведь есть же такие семьи, которые уже пользуются жилищной субсидией по доходам. Как быть им? Многие семьи в настоящее время получают жилищную субсидию по доходам. У них она оформлена у каждого по свой срок, поэтому им можно ничего не предпринимать, пока не окончится срок действия жилищной субсидии по доходам. По окончании этого срока они обратятся в отдел по вопросам семьи и предоставят документы на оформление уже жилищной субсидии как многодетной семье. Хотелось бы сделать уточнение для тех семей, которые одновременно имеют несколько статусов. Например, многодетная семья и одновременно семья, которая имеет ребенка-инвалида. В данном случае семье необходимо получать жилищную субсидию как семье ребенка-инвалида. Ну а если семья пользуется электроотоплением? Для многодетных семей, проживающих в домах с электроотоплением, необходимо будет оформлять один раз в год субсидию на твердое топливо, то есть на дрова. Куда можно обратиться многодетной семье и какие для этого нужны документы? Для получения жилищной субсидии многодетной семье необходимо обратиться либо в управление социальной защиты населения в кабинет номер 8, либо если это семья из населенного пункта, отдаленного, ей необходимо обратиться в сельскую администрацию, к специалисту по социальной работе. И предоставить необходимо следующий пакет документов. В первую очередь это заявление на имя начальника управления социальной защиты. Далее копию паспорта заявителя, копию удостоверения многодетной семьи. У всех она есть. Далее нам необходим документ, которым семья подтвердит размер занимаемой площади. Это может быть документы на жилье, либо справку об отапливаемой площади из сельской администрации. И еще нам необходимо предоставить квитанции об оплате за жилищно-коммунальные услуги. Для многодетных семей, которые проживают в домах с печным отоплением, хочу отметить, что жилищная субсидия на дрова предоставляется один раз в год. И обращаться за ней необходимо ежегодно. Спасибо, Наталья Александровна. А тем семьям, которые оформили ежегодные пособия и единовременные денежные выплаты в прошлом году на проезд, напоминаем, что для продления выплаты в этом году в соцзащиту необходимо обратиться заново. Приятно осознавать, что и в наше время старинные ремесла не канули в лету. И по сей день такой вид мастерства, как вязание, пользуется популярностью не только у старшего поколения, но и у молодежи. Одна такая мастерица живет в поселке Шиверске. Кстати, ее увлечение давно уже переросло в коллекцию. Для Елены Забудской все начиналось со старых фабричных трикотажных вещей. Она распускала и перевязывала их на свой вкус. Что-то начал, стало получаться, а потом уже само собой один элемент связал, прибавил, другой не получилось, распустил по-новому. Елена вяжет с 10 лет. Первыми ее учителями были бабушка и тети, потом школьные преподаватели труда. Сначала Елена вязала для себя, а сейчас для своих детей. Маленькие вещи все равно красивее на детей. И как-то ни у кого нету таких. Все равно все оглядываются, мы в городе идем, все так смотрят. Елена многодетная мама. У нее сын и две дочери. Мама для них и модерьер, и дизайнер. Идеи всегда берет из головы, редко пользуется журналами и всегда добавляет какую-то свою изюминку. Несмотря на юный возраст, девочки разбираются в моде и делают заказы своему личному кутюрье. Особенно Машенька. Мама, свяжи мне там такое, неизвестно какое. Ну вот уже вдвоем там, когда подмеряем, что-то вяжем, ага, вот тут надо, тут так цветочек сделать или там вот так вот сообщать. Вот так, само собой, образовалась коллекция, которая пополняется очень часто. Накануне детских праздников и школьных утренников в этой семье не возникает вопроса, что же надеть. Ситуацию спасает мамино творческое вдохновение. Этот талант переняла и старшая дочь, у которой тоже есть свои постоянные клиенты. Она вяжет, рисует и еще занимается бисероплетением. Ну, некоторые у меня вязать кому-то просят, некоторые нарисовать что-то просят. Сережа у меня тигра попросил нарисовать, когда увидел портрет тигра. Ну, бисером пока никто еще не просил. В наших предыдущих программах мы много говорили о том, как люди Бугучанского района проводят свое свободное время, но ни разу не рассказали, чем занимают свой досуг целые семьи. А раз основная тема сегодняшней программы прочно связана именно с многодетными семьями, то и сюжет мы подготовили о здоровом образе жизни тех семей, кто имеет статус многодетных. 29 марта Шиверская средняя школа распростерла свои объятия для ни много ни мало 14 семей нашего района. Поводом собраться в спортивном зале школы послужило не что иное, как вторые районные соревнования среди многодетных семей. Откросив в сторону бесконечные домашние хлопоты, мамы, папы, дяди и даже бабушки приехали с детьми поучаствовать в состязаниях и пообщаться друг с другом. Первым делом подкрепившись, попытались собрать волю в кулак и настроиться на победу. Как у нас делись? Главное не победа, а участие. Но победить мы все же хотим. Первыми на старт вышли команды во главе с папами. Главной задачей было справиться с мячом, который неожиданно оказался тяжелым. Несмотря на первый взгляд легкости стафеты, справиться с заданием судьи оказалось непросто. Вот тут-то и понадобилась командам спортивная подготовка. Бабушки сражались как львицы, ни на шаг не уступая молодым. Семьи поддерживали друг друга как могли, кричали, свистели и громко аплодировали. Болели как за свою семью, забывая о том, что сегодня они соперники. Не обращая внимания на падение, синяки и шишки к победе они неслись со всех ног. А перевести дух спортсменам помогали музыкальные паузы. Ну, заряд бодрости. Детям очень понравилось. А синяки и шишки? Ну, это пройдет. Зато останется память. Так как команды разделились на две группы, то и награждение произошло в двух номинациях. В командном зачете во главе с папами призером стала семья Зодовых из поселка Гремучево. Второе место присудили семье Дмитрович из Манзи, а третье – Логиновым из Артюгина. Первое место среди команд во главе с мамами заняла семья Пшеничниковых из Ангарского. Второе – семья Гец из Красногорьевского. А третье место взяла команда Поповых из Богучан. Каждому участнику вручили призы от имени главы района и спонсоров соревнований ООО «Пальмира» и Артюгинский хим-лесхоз. А следующие зимние забавы организаторы решили провести в поселке Ангарском в марте 2009 года. Так что тем, кто собирается вновь бороться за победу, уже сейчас стоит задуматься о здоровом образе жизни и серьезной спортивной подготовке. Ведь, как гласит известная пословица, здоровье потерял – значит все потерял. Да, судя по всему, весна придет еще не скоро. Видели во вчерашних новостях прогноз погоды? Здесь главное не отчаиваться, а настроиться на позитив точно так же, как дети из рубрики «Детская неожиданность». Весна бывает, бывает, бывают ручлики, снег растает, полетели первые птицы с юга. Грязь на улице, снег тает. Увидел на вербе пшак весна на сеток. Тетеньки весной красиво одеваются. Всякие костюмы в сапогах. Колечки, браслеты. Губы красят, глаза, прическу красивую наводят. Люблю красивые туфли блестящие, как с цветочками, как с бабочками, как еще с бантиками. Вы от нас примите поздравления и цветов весенних дураленья. Вы всегда в отличном настроении. Мы от всей души желаем вам. На дворе сосульки плакали, Погучами солнце таяли, И брата венку оставили. Дин-дон, дин-дон, дин-дон. Трусба крепкая, Не сломается, Не расклеится, А до дейлук. Друг тебе не бросит, И с него не сбросит. Вот что значит Настоящий верный друг. Это песня для солдат, Которые забирают войны. У солдата выходной Пуговицы в ряд Раньше солнечного дня С золотом горят Часовые на посту В городе весна Проводи нас до ворот Товарищ старшина, Товарищ старшина Идет солдат по городу По незнакомой улице И от улыбок Дети вся улица светла Не обижайтесь девушки Для солдата главное Чтобы его далекая Любимая ждала А я люблю Наблюдать С новыми Воле 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 Ну давай Снова Я забыл На этом все Хотелось бы напомнить вам Что с понедельника Мы меняем время выхода в эфир На 1 час назад То есть теперь вы сможете Смотреть программы нашей телекомпании В 18.30 Всего вам доброго Скоро увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!